Я начну немножко издалека, потому что произошла фантастическая ситуация. Со мной она, по крайней мере, произошла первый раз в жизни, и я, ну, прямо это не вывожу. Все эти годы я пользовалась услугами Аздека, без всяких еще орхидей, еще до них, много лет. И у меня с Аздеком никогда не было никаких проблем. Я слышала, что бывают там какие-то задержки, какие-то там, ну, такие несложные проблемы решаемые. Но, в общем, вы понимаете, да, что смоки пинг, пилорик смоки пинг, это, во-первых, очень дорогая орхидея, во-вторых, редкая орхидея. И, в-третьих, от Аздека я не ожидала того, что вчера утром Аздек прислал мне смс-ку. Ожидайте свою орхидею там, типа, с 11 утра до какого-то там вечера. Вот, я ожидала-ожидала, и зашла в приложение, зашла на сайт, и там и там я вдруг вижу, что орхидея доставлена. Доставлена, вы понимаете? Я вот сейчас вспоминаю этот момент истинный, у меня аж снова ножки подкашиваются. И, ну, что вы можете сделать, какая у вас, может быть, претензия, если вашу орхидею вам уже доставили, правда? Это не то, что привычные нам претензии, там, мятая коробка, или там что-то разбилось, или там нахамил курьер, или слишком долго ждать, или еще что-то. Просто, понимаете, орхидея доставлена. Я звоню в справочную службу СДЭК, а там робот, который предлагает мне выбрать от 1 до 10 циферки, какой циферке соответствует моя проблема. И, как вы можете догадаться, там нет такой проблемы, что вам доставили посылку, а у вас ее нет. Я там тыкаю куда-то, робот со мной пытается вступить в коммуникацию, говорит, я не понял, скажите четко, какая ваша проблема? Я говорю, моя посылка пропала. А он мне отвечает, ваша посылка доставлена. Вот опять котики ко мне пришли. Да, я записываю видео прямо в кровати, потому что я встаю в 5 утра, и это единственное время, когда тишина, пустота, и никуда не надо бежать. Сейчас я дозапишу это видео, быстренько его выложу. Представляете, да? То есть, мало того, что вашу посылку потеряли где-то, так еще и коммуникация с роботом никак не налаживается. В общем, в итоге мне ответил оператор после ожидания. Она посмотрела у себя везде по всем этим спискам. Оказывается, что действительно доставлена посылка, и все тут. Уже день клонился к закату, и она говорит, ну сейчас уже на работе никого нет, все курьеры отпущены, бригадиры отпущены. В общем, завтра начнется какой-то движ. И, ну, как бы у меня же мигрень началась, если серьезно. Я выпила 20 рамона, полночи не спала. Такие вот дела, да. Ну, а сейчас я вам расскажу, как оно было изначально. Как я вообще в подарок неожиданно получила смоки пинг. Сейчас я встану, согрею чайку. Вы тоже можете себе налить чего-нибудь. Может быть, даже не чайка, а кому-то больше везет. И приступим. Как вы, наверное, знаете, в результате ни одного года поисков поставщиков для своей коллекции я выбрала двух людей. По голландцам я покупаю у Зибо все растения. А подростков я покупаю у Раджа. Даже если у него в ассортименте нет каких-то подростков, а я вижу в других магазинах, я уже не связываюсь с другими магазинами. Потому что я... Ну, в общем, я не очень люблю нервничать. Не очень люблю, когда люди у меня берут там тысячи по 25 и пропадают на три месяца. А с Архараем как-то у нас все хорошо так получилось. И всегда они в доступе. И всегда можно написать, получить развернутый ответ. И растения перед пересылкой и фотографируются, и снимается видео. И можно растения заменить. И, в общем, все чудесно. И, соответственно, номер Раджа у меня в контактах есть. А у него есть мой номер. Потому что, когда он был на Тайване, мы с ним переписывались, а там немножко больше денег отсылала, чтобы вдруг он купит что-то интересное. Так вот, однажды вдруг звонит мне Радж. Ну, чтобы вы понимали, номер-то есть, но это все равно, знаете, это же Радж. Это все равно, что просто гражданину Российской Федерации позвонит Путин внезапно. Так вот Архаману звонит средь бела дня Радж. И, оказывается, ему YouTube каким-то образом принес мой ролик, там, где я рассказывала об очередной посылке из Архарая. Я там рассказывала алгоритм заказа, как, в общем, все просто сделать. Он говорит, слушайте, я посмотрел ваше видео, все так классно, там все замечательно. Разослал даже ссылки своим, там, подчиненным. Ну, как бы поговорили и поговорили. А потом я же смотрю его видео, и в одном из видео он говорит, что вот сейчас идут сборы на Смок и Пинк. Но они во многих группах, как мне сказали, идут. Я в группах там не часто появляюсь где-то. Но люди, разведка донесла, в общем, что сейчас какой-то бум записи на Смок и Пинк. Во всех группах записываются на Смок и Пинк. На следующий год, там, через год, кто как. Вот, и я видео с ним смотрю, и он говорит, что вот у нас там в понедельник запись заканчивается, а это была пятница где-то. И я ему пишу, Радж, а я у него в группах просто не состою, и всех этих сборов не вижу. И я ему пишу, Радж, это же я, говорю, меня просто там нет в группах, а можно мне тоже, можно меня куда-то записать на этот Смок и Пинк. И он мне перезванивает, и мы опять все там болтаем о чем-то. И он мне вдруг, ну, он рассказывает там ситуацию с этой Смок и Пинк, что, да, там запись идет, ну, как бы. И вдруг он говорит, слушайте, а давайте я вам подарю взрослый Смок и Пинк, цветущий. Я говорю, не, ну, конечно, давайте. Кто же откажется от Смок и Пинк? Ну, как бы поговорили, поговорили, потом, ну, и разошлись, и все. И я думаю, ну, мало ли, просто Радж, Армянин, это такие эмоциональные люди. Я здесь, в Москве, просто работаю с армянской диаспорой, у меня несколько учений. Я преподаватель йоги, и я преподаю йогу армянским людям. Они очень, ну, в общем, там можно и покушать заодно на йоге, и песни попеть, и, в общем, все классно. Вот. Если что, кредит вот на эту квартиру мне дала армянская женщина, на самом деле. Вот так вот, да. Ну, и вот. И я думаю, ну, все, как бы, ну, был у человека душевный порыв, просто хорошо поговорили, пообещал мне он эту Смок и Пинк, но, как бы, потом, наверное, пришел в себя, остыл и думает, блин, ну, был не в себе. Вот. И вдруг наступает понедельник, и он мне пишет, вот это, все, Света там, все, вышлет вам этот Смок и Пинк. Он говорит, правда, отцветает, но он мне прислал видео, там, вот это вот все прислал. Как обычно, говорит, Света менеджер упакует, отправит, и все. Светлана присылает мне трек-номер, и я, ну, а дальше робот говорит, что Смок и Пинк уже приехал, а его нет. Вот, вот так вот легко, не напрягаясь, вы идете по жизни, а Господь наш всемогущий дарует вам то Смок и Пинк руками Раджа, то еще что-то, то вот квартиру руками Сони Вартумян. Просто я потрясена. Если вам кажется, что жизнь – это юдоль печали, и все плохо, и мы все умрем, нет, ребята, это не так. Чудеса случаются даже в обычной нашей жизни, даже не на Новый год, не в день рождения, просто вот так раз, и происходит чудо. Ну, и потом случилось то, что случилось, они, оказывается, доставили мне посылку, которой нет. И, на самом деле, тоже Радж начал решать эту проблему, просто я об этом написала в чате Узибо, я состою в единственном чате, это Узибо. Там девочки не посылают с утра миллионы чашек кофе и котиков, и не поздравляют друг друга с миллионом светских религиозных праздников, поэтому я вполне комфортно себя чувствую в этом чате. И я сказала, что вот имейте в виду, с Аздеком бывает такая проблема. Ну, и слово за слово я, конечно, сказала, что это Смоки Пинг там едет, и все, конечно, были в шоке, и всю ночь тоже предлагали пойти по соседям, может быть, соседям занесли, и все такое. Вот. А Радж вообще-то спал, утром проснулся, прочитал всю эту переписку, он тоже в нашем чате. Ну, я говорю, вот, понимаете, Архаманы – это очень тесная тусовка. Все друг друга знают, все друг с другом общаются так или иначе, и, в общем, да. И утром, когда он это прочитал, он сам стал звонить в Аздек и спрашивать, что, ну, и сказали, что все, все найдут, все вернут. И вот сижу я на работе, и мне с незнакомого номера приходит фотка, дверь моей квартиры, и стоит посылочка. Я прямо ускорилась, когда я ехала домой, я прямо ускорилась. Так, да, 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 это она, да, это она, все написано, номер телефона написан, все написано, ну, сейчас, сейчас мы это все, господи. Коты, коты-моты. Господи, как же у меня холодно в квартире, вы не представляете. Открыто все настежь, потому что эта долбанная стимуляция на цветение сведет меня в пневмонию. Так что все чудесно, все замечательно. Главное, что она нашлась, нашлась моя родимая, нашлась моя прелесть. Так, это все, это все основное, основное, длинненький, видите, какой длинненький. Так, кто у меня там обдирает мебель? Ну, короче, моя кошечка тоже, видно, полна энтузиазма, решила ободрать мой диван. Обязательно. Прекрасно, прекрасно, вот, вот он, он свел, ну, как бы Радж мне рассказал, как он свел, там, и все такое. То есть, у меня нет сомнений в том, что это смоки пинг, я видела видео от Раджа, и, ну, и вообще я не думаю, что ему имеет смысл меня обманывать, потому что это, вся эта его инициатива была от начала и до конца. Сейчас я остальное все разберу и продолжу съемку. Сейчас посмотрим. В общем, это мой смоки пинг, моя прелесть. Здесь еще. И горшочек-то мне положили. И это так прекрасно на самом деле, потому что они у меня закончились. Ой, вы не представляете, у меня такое, у меня был такой стресс. А теперь так хорошо стало, что все наконец-то позади, боже. Я бы даже, знаете, если бы я купила эту орхидею, я бы даже меньше переживала по поводу ее продажи. А тут, когда вам делают подарок, как бы, ну, очень неудобно, понимаете, когда что-то идет не так. Так, и, в общем, сейчас я очень рада, что все разрешилось. Как я уже говорила, к СДЭКу у меня претензий никаких нет. И вообще к жизни у меня претензий, в принципе, нет никаких. И когда у вас нет претензий к жизни, к людям, к событиям, к ситуациям, к ковидам, к войнам, никаких претензий. И, знаете, и жизнь начинает вас любить. Серьезно. Это все-таки такие связанные вещи. А когда у вас начинаются претензии, Господь Бог смотрит на вас с неба и так думает, ты еще будешь мне рассказывать, как надо жить? Серьезно? Вот, и все, и начинаются какие-то проблемки. Потому что, кроме вашего желания, здесь есть и другие игроки. Так, это мы сейчас сюда поставим и будем поить. Так, ну здесь прямо. А, это, кстати, вот мох. Вот. Ну, приятно же, да? Скажите, вот. Раз. И внезапно, без всяких новых годов, 8-х марта, вам само по себе так вот раз, и такое чудо случается с вами в жизни. С вами же тоже, но никак случается чудо, да? Все. Я понимаю, что отпаивать орхидеи после пересылки надо аккуратно, но я обнаружила, что у меня нет никаких таких легких средств для отпаивания. Просто водой мне не хотелось это делать. Вот я добавила янтарин. Янтарин и, может быть, еще HB-101. Вот. А листья я сейчас буду протирать. Я понимаю, что это противоречит всем вашим законам. Ну, что-то мне захотелось сделать листья красивыми, поэтому я вот напрыскала... Сейчас я добавлю немного... Вот это вот для глянцевых листьев, знаете? Такая химоза продается везде для глянцевых листьев. И вот сейчас мы это все попшикаем. Вот. И протру я тряпочкой, потому что они все равно пыльные. Они у меня дома-то пыльные, а уж после пересылки они точно всегда пыльные. Вот сейчас я это все протру. И они у меня будут красивые. Я понимаю, что надо делать это либо чистой водой, либо водой с лимончиком, либо чем-то таким мягким. Да ну нафиг, ребята. Вы хотите красивую орхидею. Вот вам красивая орхидея. Ничего страшного с ней не случится. Там в составе зеленое мыло. Листья это взрослые. Это не свеженькие листья. На цветы это не попадает. Цветов нет. На корни не попадает. Все. Все нормально. И вот так я ее, наверное, в стаканчике оставлю постоять, потому что, чтобы она никуда у меня не упала. Чтобы ее не свалили коты и не начали катать по полу. Вот. Прекрасно. Видите, какие сразу веселые. Я считаю, мы этого достойны. После всего пережитого мы достойны красоты. Классно, правда? Ну, вы знаете, вот эта орхидея, например, ее подарила мне Зибо. Это же Indian Summer или Zora, да? Little Zora. Вот. Тоже я приехала к Зибо как-то снимать обзор. И мне, ну, я хотела купить себе эту орхидею, я ее взяла. И мне Зибо говорит, ой, да забирайте, не надо денег. Вот. То есть люди вокруг. Нет, я понимаю, что сейчас найдется миллион умных, прозорливых зрителей, которые скажут, так они вам просто за пиар вот это вот все, чтобы вы о них продолжали снимать. Ребята, тут немножко, если у вас есть мозг, то ситуация здесь немножко другая. Это они мой пиар, а не я их. Я же не Ирина Давтян, у которой миллионы подписчиков. У меня три с половиной подписчика. И поэтому, если вы посмотрите статистику, то каждый раз пост про Архарай или про Зибо Орхидс собирает гораздо больше зрителей, чем все остальные посты, которые я делаю про орхидеи. Почему? Потому что есть ссылка на раскрученные магазины. Потому что есть рассказы про известных вам продавцов. Вам это интересно. Да, Марученька, именно. Вот, то есть здесь обратная связь совершенно. Не то, чтобы они мне доплачивают за эти отзывы, нет. Это я должна им доплачивать за то, что они позволяют использовать имена своих магазинов в моих роликах. Так что нет. Все, все. Где тут она у меня стоит? Я ее уже пристроила к остальным. Видите, какие... Какие листочки зелененькие. Да? Красота. Все. Уже она полита. Все. Будем цвести и пахнуть. В следующем сезоне, я надеюсь. Сейчас нарастим корни и листья. И будем. . Продолжение следует...